Доброй ночи! События дня на БТБ. Силы антитеррористической операции освободили Ямполь, Кировск и Закотное Донецкой области. В ходе боев уничтожили около 200 боевиков, блокпосты и засады террористов. Захвачена основная высота в районе проведения операции. Об этом сообщил официальный представитель АТО Владислав Селезнев. По его словам, данные населенные пункты стратегически важны для боевиков, ведь через них шли поставки оружия в Славянск. Четверо участников АТО погибли, 20 ранены. В прошлой ночи у места сосредоточения боевиков были разбросаны листовки с предложением сложить оружие. После отказа террористов около 4 утра силы АТО начали наступление в районе Красного Лимана. Мирный план урегулирования ситуации на востоке Украины президент Петр Порошенко обнародует уже в пятницу. Сегодня он представил его представителям легитимной власти, бизнесменам Донецкой и Луганской областей. На сегодня мирный план состоит из 14 пунктов. Среди них изменения Конституции Украины, децентрализация власти, освобождение заложников, восстановление региона после окончания боевых действий. По словам Петра Порошенко, программа экономического развития Донбасса уже разработана сномместно с партнерами из Евросоюза. Она поможет создать в регионе новые рабочие места. Уполномоченная главы государства по мирному урегулированию конфликтов на Донбассе Ирина Герасченко не исключает, что по итогам встречи документ пополнится новыми позициями. Возможно, после сегодняшней встречи добавится еще один-два пункта, потому что президент Украины в первую очередь хотел услышать мнение представителей регионов относительно своих предложений, относительно возможности реализации этого плана. И очевидно, что один человек не может реализовать свой план. Поэтому президент Украины отметил, что сегодня он консолидирует элиту, консолидирует команду и работает в тесном сотрудничестве с правительством и Верховной Радой. У Украины новый генпрокурор, министр иностранных дел и глава Нацбанка. Среди новоиспеченных чиновников как опытные политики Виталий Ярема и Павел Климки, так и новые лица Валерия Гонтарева. Всех их сегодня в парламенте представил президент Петр Порошенко. Как приняли новичков депутаты, видели наши корреспонденты. Патриот, профессионал и единомышленник. Именно такими критериями руководствовался президент Петр Порошенко при выборе новых чиновников. Кресло генпрокурора садится бывший первый вице-премьер-министр Виталий Ярема. Его кандидатуру поддержали 329 парламентариев. Он себя достойно зарекомендовал на должности первого вице-премьера, который фактически руководил силовым блоком в эти сложные времена. Я убежден, он сможет достойно представлять общество, обеспечивать справедливость и законность на этой высокой должности. За кадровые ротации в Министерстве иностранных дел депутаты голосуют, но уже не с такой завидной слаженностью. С увольнением Андрея Дещицы не согласны свободовцы. Таким жестом демонстрирует солидарность позиции Дещицы, высказанной в известной песне о Владимире Путине. Тем не менее, нового кандидата Павла Климкина поддержали 335 депутатов. Я знаю Климкина по работе как бы еще в предыдущих правительствах, как высокопрофессионального дипломата, действительно карьерного дипломата, высокопрофессионального. Будем надеяться, что вот этот вот высокий профессионалист будет продолжаться и дальше. За то, чтобы Нацбанк впервые в истории Украины возглавила женщина, Валерия Гонтарева проголосовали 349 депутатов. Видно, что человек не публичный, мало опыта в публичных выступлениях. Но это не основное сегодня для главы Национального банка. Она волновалась и, видимо, не смогла отвечать на вопросы промышленников, бизнесменов, которые в нашей группе много. Но потом собралась и ответила достаточно достойно на эти вопросы, поэтому мы решили поддержать. Могу сказать, что таким образом вы поддержали президента, потому что меня никто из вас, честно говоря, не знает. И тем более это особенная для меня ответственность. Я могу сказать, что 20 лет моей жизни я действительно отдала развитию финансового и банковского рынка нашей страны, поэтому меня знают более в узких кругах. Я думаю, это сегодня для них может тоже очень позитивный сигнал. Более того, я надеюсь, что это реально позитивный сигнал для международных инвесторов. Поэтому, что 15 лет из 20 своей жизни я развивала иностранные банки на территории Украины. Подводит черту в кадровых ротациях президент Петр Порошенко. Дает высокую оценку работе предыдущих руководителей ведомств. Хотел бы поблагодарить за эффективную работу Кубева Степана Ивановича. Кубева Степана Ивановича, который в трудный момент взял на себя ответственность. Я гарантирую, что место Степана Ивановича будет чрезвычайно важным в политическом процессе. Хотел бы поблагодарить Махницкого Олега Игоревича. Оценка его работы – мое назначение Олега Игоревича советником президента Украины. Отдельно хотел бы поблагодарить Дещицу Андрея Богдановича. Могу сказать, я предложил ему возглавить одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины. Дух перемен захватил и парламентариев. Народный депутат Руслан Богдан присоединяется к фракции «Батькивщина», а коммунистов покидают Игорь Калетник и Руслан Скорбовичук. Вера Свердлок, Анна Каменева, Владислав Лешаков, Андрей Коваль, Тарас Чкан, БТБ. Кардинальное изменение облика прокуратуры – решительная борьба с коррупцией. Такие ключевые задания поставил президент Украины перед Генеральной прокуратурой во время представления нового главы ведомства Виталия Яремы. Весьма существенная роль отводится прокуратуре в реализации мирного плана президента – возобновить законность на Донбассе. А новому генпрокурору глава государства пожелал, что в ближайшее время каждый гражданин Украины мог поблагодарить работников прокуратуры за работу. Я уверен в том, что ваша решимость, ваш опыт и команда, которую вы в ближайшее время сформируете при поддержке президента, дает мне основание надеяться, что вы способны выполнить это задание. Те задания, те вызовы, с которыми сегодня столкнулась страна, они чрезвычайные. Страна находится в состоянии войны, требует максимальной консолидации. И роль прокуратуры в том, чтобы обеспечить эти процессы, тяжело переоценить. Должность официально вступила министр иностранных дел Павел Климкин. Опытный дипломат, в свои 47 лет, уже успел побывать на должности заместителя внешнеполитического ведомства страны. А непосредственно перед назначением был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Германии. Новоназначенный министр пообещал в сжатые сроки наладить эффективную работу по всем направлениям внешней политики. Уровень заданий и уровень интенсивности работы будет очень велик. Я на вас полагаюсь. Я также уверен, что с техническим опытом, техническим образованием, которое в том числе и есть у Павла Анатольевича, мы сможем резко повысить эффективность работы министерства. Я надеюсь, что мы построим еще более эффективную команду, поскольку задачи еще более сложные. Европейская интеграция. Я очень благодарен за доверие и идею включить меня в процесс трехсторонних переговоров по реализации вашего мирного плана. В коллективу Нацбанка представили нового главу Валерию Гонтареву. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что его с избранием нового руководителя Национального банка уже поздравила директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. И заверила в поддержке действий украинской власти, отметив при этом настроен на плодотворное сотрудничество. О планах нового главы НБУ в сюжете Виктории Попович. Президент Украины Петр Порошенко представил коллективу Национального банка нового главу Валерию Гонтареву. При этом первым делом он отметил достижения ее предшественника Степана Кубева. И искренне поблагодарил его за высокопрофессиональную работу в чрезвычайно сложное для финансовой системы и экономики страны время. Прощаться с экс-главой НБУ президент не намерен. Они продолжат сотрудничество для решения государственных задач. Я считаю, что та роль, которую он отыграл в чрезвычайно сложные для украинской финансовой системы, для украинской экономики времена, является определяющей и необычайно высокопрофессиональной. И могу сказать, что Степан Кубев – это мой политический партнер, человек, который много сделал для Украины, человек, с которым я прошел необычайно сложный путь. И он еще сыграет большую роль в политической составляющей, в политической системе Украины. Прощаться не намерен и сам Степан Кубев. Обещает в первое время помогать и поддерживать нового главу Нацбанка. Ведь вектор работы на будущее уже определен. Впервые в истории Украины появилась одобренная банковским сообществом и международными партнерами долгосрочная до 2020 года стратегия реформирования банковского сектора. Реформирование банковской системы – проект, который мы рассмотрели на правлении. Это впервые за всю историю независимости, который был поддержан не только правлением банка, но и независимыми экспертами и представителями международных финансовых организаций. То есть проектная линия есть, а коридор корректировки – это от времени, от требований. Но самое главное – исполнить закон Украины о стабильности денежной единицы. Мы говорим об инфляционном таргетировании. Второе – это ликвидность и платежеспособность банка. Валерия Гонтарева, в свою очередь, подтверждает – такая высокая должность для нее вызов. Она приложит максимальные усилия для того, чтобы оправдать доверие президента, парламента и каждого украинца. Валерия Гонтарева отметила – сегодня ситуация в финансовой сфере намного лучше, чем несколько месяцев назад. Ведь уже начала воплощаться в жизнь программа сотрудничества с Международным валютным фондом. А программа реформирования банковского сектора до 2020 года – это четкая дорожная карта, которую надо реализовать. Я видела также эту программу по реструктуризации и развитию сектора до 2020 года. И это очень амбициозная программа. И поэтому главная задача Национального банка – это воплотить ее в жизнь. Главная задача Национального банка – это воплотить ее в жизнь. Виктория Попович, Владимир Настерчук, БТБ. Россию будут ожидать более жесткие санкции, если она не прекратит поддерживать вооруженных сепаратистов на востоке Украины, не перейдет к дипломатическому решению конфликта. Об этом министр финансов США Джейкоб Лью заявил в Берлине после встречи со своим немецким коллегой Вольфангом Шойбле. Лью призвал Владимира Путина принять предложение Петра Порошенко относительно прекращения огня и прекратить любую поддержку пророссийских сепаратистов в Украине. Как сообщалось ранее, 27 июня запланирована встреча лидеров стран Евросоюза, на которой может быть рассмотрен вопрос относительно введения новых санкций против экономики России. Украинские издатели представили серию тематических справочных карт «Страна единая». В них отображены исторические изменения этнической территории Украины на протяжении многих столетий. Инициатором создания серии выступило государственное научно-производственное предприятие «Картография». Выдать просветительские документы сподвигли последние события в стране. Новая серия справочных тематических карт «Страна единая» состоит из четырех частей. Украина и мир, материки полуостров, народ и территория и национальный состав населения. Основная цель изданий – показать украинцам и всему миру истинные данные о единстве государства. Ведь последние месяцы в интернете появилось множество фейковых карт, которые якобы доказывают, что земли Украине подарили поляки, татары или русские. Но это далеко не так. И каждый благодаря этим картам сможет убедиться, что некоторых государств еще и в Помыне не было, когда Киевская Русь владела территориями от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге и от Верховьев – Вислы на западе до Таманского полуострова на востоке. В условиях манипулирования историческими фактами появление этих карт дает возможность человеку самому убедиться в сложном, но при этом очень важном и самостоятельном пути формирования украинского государства. В сборниках «Страны единой» опубликовано целый ряд материалов из польских и немецких изданий столетней давности. Карты содержат тексты, диаграммы и графики, которые служат тематическим дополнением. По словам историков, здесь изложено формирование исторических вех в развитии территории. То, что карты увидели мир – уже большое событие для Украины, но таких проектов должно быть значительно больше. У нас острый дефицит, нам катастрофически не хватает таких вещей, именно картографических. Нам есть над чем работать. Это не только издательство, но и распространение. Издатели мечтают выдать карты на английском языке, чтобы весь мир знал историю Украины. Еще одна мечта – такие карты в каждой школе. Ведь знание истории формирует сознательного человека, человека-патриота. Именно такую цель преследовали издатели. Государство должно бороться за ум нации и за территорию не только оружием, а за счет внесения в сознание настоящей истории страны. Картографический проект «Страна единая» в первую очередь – просветительский. И даже розничная цена более чем демократичная. Всего 5 гривен и 40 копеек. Патриотично просветительскую цель поддержали и в типографии. Поэтому все 3000 экземпляров напечатали абсолютно бесплатно. Юлия Боднари, Виктор Сенкевич, БТБ. Спасибо, что были с нами. Далее информация про главные новости пятницы 20 июня. Спокойной ночи и до встречи. Заседание Верховной Рады Украины. Депутаты узнают подробности плана мирного урегулирования конфликта на востоке страны от президента Украины. А кроме того, отчет министра обороны Анатолия Коваля о проведении антитеррористической операции. Экономические санкции против России. Как это работает, расскажут международные финансовые эксперты. Что такое бюджет страны, по мнению детей? Конкурс юных и креативных о налогах и доходах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин